Итак, давайте продолжим. У нас с нами пятая часть урока курса, посвященному психофармапсихологии. Итак, как мы с вами сказали, лекарства могут влиять на каждый из этапов путешествия нейротрансмиттера по герону и по синусу. Сейчас мы отдельно обсудим каждый из этих этапов. Не пугайтесь, основных этих этапов 11. И тех из вас, кто первый раз видит этот материал, он может показаться немножко сложным и запутанным. Конечно, 11 этапов, которые к чем-то похожи, к чем-то разнятся, но со временем, после того, как мы будем продвигаться по курсу, и после того, как вы будете повторять этот материал, вы увидите, что в принципе ничего сложного здесь нет. В принципе, материал достаточно интуитивен и прозрачен, но опять же требует усилий для его усвоения и понимания. Итак, давайте посмотрим, ознакомимся с основными 11 этапами. И обсудим каждый из них более подробно. Итак, начнем с первого этапа. Синтез нейротрансмиттера. Большинство нейротрансмиттеров синтезируются организмом из предшественников. Вот он. То есть, организм не напрямую получает нейротрансмиттер, а вначале он получает некий ресурс, какой-то там, не знаю, химический молекул предшествующий. Потом из этого предшественника организм может синтезировать необходимый нейротрансмиттер. Например, из известного Эльдопы предшественника организм может получить допамин. Так вот, если это лекарство увеличит количество предшественников в клетке, в нейроне, то это может привести к тому, что в клетке будет больше нейротрансмиттера. И, соответственно, это может усилить эффект нейротрансмиттера на синтез. Так вот, такие лекарства, которые увеличивают наличие предшественника некоторого нейротрансмиттера в нейроне, как правило, являются агонистами. Потому что, как следствие, будет больше нейротрансмиттера, может быть больше нейротрансмиттера, и, как следствие, может быть сильнее реакция. Это первый тип лекарств, первое место, где лекарства могут влиять на центральную нервную систему опосредованную с помощью влияния на нейрон. Как я уже сказал, например, Эльдопа является предшественником допамины. Соответственно, в ряде случаев пациентам означают прием Эльдопа. Можно прочитать про одно из применений Эльдопы в замечательной книге известного невропатолога Оливера Закса, которая называется «Пробуждение». Также можно посмотреть это в фильме. Там очень хорошо все рассказано. Ну и для тех из вас, кто является поклонником сериала «Доктор Хаус», тоже была одна из сетей, где рассказывалось про Эльдопа. Как минимум одна из сетей. Итак, давайте продолжим. Второй тип. Итак, предшественник попал в организм. С помощью энзима нейротрансмиттер синтезируется из предшественника. То есть существует специальный энзим, который помогает синтезировать нейрон из предшественника. То есть из кирпичей строит дом. Из предшественника получается нейротрансмиттер. Итак, эти энзимы контролируют процесс синтеза. А значит лекарства, которые выключат эти энзимы, уменьшат производство нейротрансмиттера. И соответственно у нас будет меньше нейротрансмиттера. И как следствие эффект может уменьшиться. Да, мы не сможем с кирпичей построить дом. У нас не будет домов, у нас не будет нейротрансмиттеров. И эффект уменьшится. Такие лекарства, как вы уже догадались наверняка, многие из вас, называются антагонистами. Итак, мы с вами рассмотрели первый и второй случай. Осталось девять. Поговорим теперь о лекарствах, влияющих на хранение и высвобождение нейротрансмиттера. Сейчас мы поговорили о том, как синтезируется нейротрансмиттер 1,2. Теперь мы поговорим о том, как хранится и освобождается из визику нейротрансмиттера. Итак, как мы уже с вами сказали, нейротрансмиттеры хранятся в специальных пузырьках в визикулах разных размеров. Эти визикулы транспортируются с помощью специалистных партёров до пресинаптической мембраны. Они путешествуют, путешествуют и достигают пресинаптической мембраны. Часть из них находится тут внутри, а часть в какой-то момент прикрепляются к мембране и в какой-то момент открываются, освобождая и выпуская нейротрансмиттер наружу. Итак, упаковка нейрона в визикулы управляется теми же самыми молекулами, которые ответственны за обратный захват излишек нейротрансмиттера в синаптической щели в терминальном бутоне. Некоторые из молекул транспортера, которые способствуют заполнению визикул, могут блокироваться лекарствами. То есть существует лекарство, которое блокирует молекулы, которые способствуют заполнению визикул на нейротрансмиттер. Соответственно, такие лекарства также являются антагонистами. Введение такого лекарства уменьшит количество визикул или их плотность, наполненных нейротрансмиттером. Соответственно, нейротрансмиттер в итоге может стать меньше, и, как правило, такие лекарства являются антагонистами. На рисунке это обозначено цифрой 3, условно, это всего лишь слева. Другие лекарства мешают освобождению нейротрансмиттера. Они мешают визикуму стыковаться с прессинаптическими мембранами. Они изображены на рисунке с помощью цифры 5. Эти лекарства являются антагонистами. Другие же лекарства, наоборот, помогают визикуме быстрее открыться и избавиться от нейротрансмиттера. Такие лекарства являются агонистами. Например, в качестве примера, ботулизм блокирует выработку ацетилхолина. Это пример 5. Давайте продолжим. 4. Лекарства агонисты способствуют усилению темпа освобождения нейротрансмиттера из визикума. В качестве примера известный яд полка черной травы, он приводит к усилению выработки ацетилхолина. То есть лекарства способствуют тому, что вырабатывается больше ацетилхолина, его большее количество оказывается в щели, попадает в итоге в постсинаптическую мембрану. В отличие от этого, я повторю, лекарства 5 категории, они мешают освобождению нейротрансмиттера из визикума. И одним из таких лекарств является, насколько известный яд ботулизм, который наоборот блокирует, то есть мешает выработке ацетилхолина. Вы знаете, да, эффекты этого ядерства? Итак, давайте продолжим. Мы с вами рассмотрели механизмы действия лекарства, которые связаны с хранением и освобождением нейротрансмиттера, то есть 4 и 5. Теперь мы поговорим о наиболее сложном и важном взаимодействии лекарств и рецепторах. А именно о лекарствах, которые оказывают эффект на рецепторы. Вот эффект на рецепторы, он достаточно одной из самых сложных групп лекарств, и самых сложных, и самых тяжелых для понимания, но тем не менее их также нужно рассмотреть. Итак, мы начнем с постсинаптических рецепторов. Мы посмотрим, что происходит на постсинаптическом мембране. Итак, высуществившись из визикулы, нейротрансмиттер попадает в щит и потом достигает постсинаптического мембрана. И там он должен вступить в взаимодействие не с самой мембраной, а с теми местами, которые для этого предназначены. С специальными, предназначенными для этого нейротрансмиттера постсинаптическими рецепторами. Некоторые лекарства связываются с этими рецепторами, и в зависимости от типа связи, могут выступать, являться и агонистами, и антагонистами. Итак, в цифре 6 здесь обозначены прямые агонисты. Они связываются с рецептором, предназначенным для нейротрансмиттера, и имитируют его деятелям. Итак, лекарство прикрепляется в то место, куда должен был прикрепиться нейротрансмиттер, то есть оно занимает место нейротрансмиттера, и имитируют, симулируют деятельность нейротрансмиттера. Такие лекарства называют прямыми агонистами. Например, никотин, мускарин являются прямыми агонистами ацетилхорина. СИМ – это прямые антагонисты. Они связываются также с рецептором, куда должно было прикрепиться, пришвартоваться лекарство, извините, нейротрансмиттер, но они его блокируют. Соответственно, нейротрансмиттер уже не сможет присоединиться, эффект действия нейротрансмиттера наблюдаться не будет. Такие лекарства относятся к прямым агонистам, и в качестве примера яд курара или атропин, они мешают тому, что ацетилхорин займет свое место прикрепиться к рецептору, к которому он мог ранее прикрепиться. В некоторых рецепторах есть не одна точка взаимодействия, а несколько. И к разным из этих точек прикрепляются различные леганды. Нейротрансмиттер взаимодействует с одним из таких мест, а молекулы лекарства с другими. В таком случае речь идет о неконкурентном связи, неконкурентном связывании, потому что и нейротрансмиттер, и лекарства не конкурируют между собой за рецептом. Один связан с одним рецептом, второй с одним точкой взаимодействия, с одним рецептом, второй с другим. Непрямые агонисты, кроме того, что есть прямые, есть еще и непрямые агонисты. Они усиливают, это тоже лекарство, да, которое усиливает влияние нейротрансмиттера, но взаимодействует не с тем рецептором, которым должен был взаимодействовать нейротрансмиттер, а с другими. Но тем не менее, влияние лекарства, они усиливают, и поэтому их влияние нейротрансмиттера, и поэтому они носят название непрямых агонистов. Аналогично действуют непрямые антагонисты. На некоторых прессинаптических мембранах, мы с вами продолжаем, мы рассмотрели 6 и 7, сейчас мы переходим к 8 и 9. Итак, на некоторых прессинаптических мембранах расположены специальные авторецепторы. Эти авторецепторы, на рисунке они изображены вот тут, два, да, они смотрят, неким образом понимают, есть ли излишек нейротрансмиттера в щели. Если есть, они об этом сигнализируют прессинаптической мембране, прессинаптическую область, и приводят к тому, что если есть избыток, то начинается вырабатываться меньшее количество нейротрансмиттера. Итак, авторецепторы регулируют количество освобождаемого нейротрансмиттера. Чем активнее стимулирует такой авторецептор, тем меньше нейротрансмиттера будет вырабатываться в прессинаптической клетке, в части мембраны. Соответственно, лекарства, которые влияют или стимулируют авторецепторы, являются антагонистами. Если мы будем стимулировать авторецепторы, и будет вырабатываться меньше нейротрансмиттера, его эффект будет менее заметен, то такое лекарство относится к группе антагонистов. А вот если лекарство заблокирует авторецепторы, как здесь в Деми, то, соответственно, не будет вырабатываться меньше нейротрансмиттера, может быть даже будет больше. Такие лекарства вносят к аганистам. Еще один небольшой случай, который стоит заметить. Как вы помните, не все синапсы формируются аксоном пресинаптического нейрона и дендритом посинаптического. Некоторые синапсы, например, формируются двумя аксонами. В данном случае первый аксон одного нейрона усиливает или угнетает действие аксона второго. Активация одного аксона вызывает, я повторю, или усиление, или ингибицию потенциала второго. Так вот, некоторые лекарства могут влиять на рецепторы такой формы взаимодействия и также являться или аганистами, или антагонистами. Это отдельно, еще, можно сказать, 12-й случай, когда влияют лекарства. Итак, нам осталось обсудить еще два вида взаимодействия лекарств. Это 10 и 11. А именно, осталось обговорить о том, как происходит обратный захват нейронов, извините, нейротрансмиттеров и их разрушение. Итак, как мы уже сказали, из физики нейротрансмиттер попадает в щель. Часть нейротрансмиттера достигает постсинапсической мембраны и вступает в взаимодействие специально для предназначения этого места в рецептор. Но часть нейротрансмиттеров остается здесь, может остаться в щель. Так вот, эти нейротрансмиттеры ждут, ну, в итоге происходит с ними две вещи. Часть из них разрушаются специально для предназначения этого энзима. Это случай 11. А часть возвращается назад в пресинаптическую область нейронов. Итак, часть разрушается, часть возвращается назад. Лекарства могут влиять разные на оба этих процесса. В первом случае, например, если лекарства блокируют транспортеры, которые берут отсюда нейротрансмиттер и возвращают их назад в клетку, то это значит, что больше нейротрансмиттер останется здесь на большее время. И тогда нейротрансмиттер может больше и дольше эффективнее влиять на постсинаптическую мембрану. Такое лекарство будет являться канистом. Во втором случае, лекарство может связаться с энзимом и мешать, и блокировать энзим, и энзим не будет разрушать нейротрансмиттер. В таком случае, опять же, нейротрансмиттер будет больше исцеловать в щели, и он сможет дольше, больше влиять на постсинаптическую мембрану. Два этих механизма описываются, это 10 и 11. Например, в качестве, чтобы понять, о чем мы говорим, кокаин, он блокирует транспортеры допамина и не дает избытков допамина вернуться назад. То есть то, что делает кокаин на самом деле, у нас, в примере, если освобождается допамин, так вот кокаин блокирует ворота, блокирует транспортеры, которые возвращают избыток допамина назад в клетку. Соответственно, больше допамина остается тут на дольшее время, и в результате допамин оказывает один из своих эффектов, который, в общем-то, может приводить к чувству эйфории и, в итоге, к одеться. Итак, не пугайте, пока что, во-первых, мы с вами рассмотрели 11 мест взаимодействия влияния лекарств на центральную нервную систему. В первый раз я согласен, это может оказаться достаточно сложно. И на самом деле так оно и есть. Но необходимо повторить материал, проработать его, закрепить, прочитать о нем дополнительных источников. На следующих уроках мы продолжим с вами наше путешествие по миру психофармакологии, посмотрим, более детально поговорим о различных нейротрансмиттерах, о лекарствах с ними связанных и как они влияют на центральную нервную систему. А сейчас мы закончим. Всего хорошего. До встречи в следующем году.